Как сказал Родион, мы едем сейчас в Сибулду, остановились на Circle K. Circle K всегда припяти. Вот здесь классно так сделано, смотри. Нужно посидеть, пожрать, у тебя еще будет. Реклама такая, как в кафе. Сидишь каменный стол? А, не, не каменный. Ну, сними округу. Тут нефтеналивные вышки, воняет нефть очень часто. Выключай камеру. Вот купили кофеек. Кофеек влажный, да, водитель едет так, что кофеек не расплескивается, что немаловажно. О, Жигули, Жигули. Глаза, да. Вообще, это Псковское шоссе. Мы тут на велосипедах ездили, когда я занимался велоспортом, да. И вот это по правой стороне, правая сторона, это было мое все. Мы практически каждый день выезжали и доезжали до Вангажа. Вот, да. Но сейчас шоссе немножко получше выглядит, чем раньше. Ну, там уже дальше будет опять тряска. Да. Ты знаешь, куда едешь? Да, я знаю, я в Сигулку поеду. Ну, ладно, поехали. А кто знает. Кстати, вот тут вот была такая ситуация. Был снег, мы ехали, да. И впереди ехал этот очиститель, ну, этот, который очищает дорогу. Я так за ним еду, еду. А он ехал 80, и в принципе, это была нормальная скорость. А я решил его обогнать. Да, да, да. А обогнал я его по целине, там, где нечищено. В общем, я его обогнал, и меня начал носить. Сначала в одну сторону, потом в другую сторону. А потом развернуло. Ничего себе. Да, развернуло, один разворот сделало. И хорошо, что здесь вот такая вот обочина, да. И туда машина, у меня задние, задние колеса туда выскочили. Никаких деревьев не было, ничего. Я потом продышался. Кстати, дизельный мотор не заглох. Не заглох. Я жал тормоз, я жал тормоз, он через тормоз тянул. Да. Ну, наверное, сцепление слабое было, я так понимаю. Он даже не заглох. Этот мимо ухмыляющийся очиститель снега проехал. Я такой продышался чуть-чуть. Кирпичи выбросил. Выплюнул кирпичи. Выбросил кирпичи, которые высрал при этом. И поехал дальше, но уже не так быстро. Потом я смотрел, в чем дело. В чем дело, не мог понять. Оказалось, что у меня одно колесо сзади лысое было. Все колеса нормальные, хорошие зимние. А как так получилось? Ну, так получилось. Старые колеса я там поставил, особо не смотрел. И вот одно колесо было лысое. И когда я его поменял, у меня эти проблемы частично закончились. Да. А потом выяснилось, что эта машина, ее же переваривали. И у нее геометрия ушла. Она просто дорогу нормально уже не держит. Не держит дорогу. Короче, эта машина была, ну, в принципе, убита, можно сказать. Ну, да. А ты знал, что у нее переваривали? Что она была переваривала? А я знал, ну, я думал, ничего страшного. Видишь, молодо-зелено, да? И вот после этого я уже к старым машинам совсем другое отношение имею. А на велике, когда ездили нормально, нас тренер прикрывал своей жопой. Но ездил он за нами на Запорожце. Ага. Да, лимузин. Это лимузин. Почти 110. Правда, эта? Но она легкая. У меня что-то башка сильно трясется. Спасибо тебе, Слава, что ты мне подкрутил голову. Она бы тряслась бы сильнее тогда. Такой неприятный. Кстати, вот здесь вот скоро будет этот, где пиво продается, Брайлес. От завода? Да, 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 да. И когда я в свое... Когда я был алкашом, ну, в свое алкогольное прошлое, я... Вот, видишь, Пебрали написано было. Вот, Пебрали, Убрали, короче. И вот здесь вот останавливаешься и покупаешь свежайшее пиво. Свежайшее, да, свежайшее. Сейчас, конечно, пиво мне не нужно. И я этому очень рад. Вот как они сделали. Но раньше это для меня не остановиться здесь. Это вангерже, да, это вангерже. Да, вангерже здесь мы на великах разворачивались. О, смотри, там какие-то... Какие-то лошади. А, да, там лошади. Блин, это не лошади, подожди. Это телята маленькие. Да, какие-то, блин, непонятно кто. Олени. Какие-то олени. Какие-то олени. Как ты встречаешь? Олени это мы. Когда в офисе я сижу, я чувствую себя оленем. Да? Потому что я, ну, сижу и молчу, и так насупившись смотрю в монитор. Здесь в сцене, кстати, да, вот этот вот ресторан, который был очень такой популярный. И пожрать... Чувствовал нас повелом, Олейка? Да, чувствовал. Это колея, да. Этот ресторан был элитарный при СССР. Сюда приезжали пожрать. Я, естественно, как, ну, дитё трудовых людей я здесь ни разу не был. Но ресторан очень хвалит. Хвалит, хвалит. Мы ездили в Сигурду на велосипедах. И там катались с этих горок и потом возвращались. Всё воскресенье это занимало. Всё. И общая длина проезда была где-то, ну, 120 километров, я так думаю. Короче, это вилла. Я потом возвращался и съедал такую миску с котлетами. Шоколады. Ну, выглядит, как будто тут вообще какой-то центр. Смотри, смотри, BMW едет задним ходом. С такой же скоростью, как и вперёд. Секунданка. Такая аллея. Аллея Мига. А это, наверное, ESPYMAYA. ESPYMAYA – это возможность. Но мой… Ну, как бы была главная трога, хоп, уже не была. Да, да. Мой прононциэйшн… Элвис и Барундуки. Элвин и Барундуки обычно. Свадьба… О, такая станция. Кстати, свадьба была весьма весёлой, да. Мне дали… Я возил свадьбу, они взяли на прокат этот, как вон, итальянский этот автомобиль, Альфа, Альфа, Альфа Ромео взяли, я такой на Альфа Ромео такой везу их, сюда возил, всё. Здесь мы заблудились и по говнам там разворачивались, по какой-то просёлочной… Это здесь, я помню, это чем, может, Италия. Италия, да. Ну, кровать просто родила. И, короче, это самое. Потом молодожёнов надо было отвезти… Куда? Возилый парк. Надо было отвезти в гостиницу, где они сняли номер для новобрачных. А, да, 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 да. И на утро надо было их оттуда забрать и отвезти. Дальше. Вот, идёшь, спасибо. Короче, Серёжа, отвезёшь это нас, и теперь, теперь, это самое, отдай машину. Я отдаю машину, приезжаю туда, они говорят, слушай, а надо её заправить вообще-то. Мы с полным баком её дали. Тебе… А, они дали тебе с полным баком? Да, с полным баком. Ты её заправь, пожалуйста, чтобы мы её могли у тебя забрать, эту машину. Вот, дальше. Я заправляю, они говорят, 30 латов. За что? За этот день, который не был предусмотрен, оказывается. А как? А ты куда знал? Не, ну, они, я думал, всё, забери нас. Не, подожди, где ты эту машину взял? Они взяли машину, потом такие, знаешь, ну, отвези машину. Ну, ты же водитель, я же водитель, как будто. А, я понял, ты не в курсе был. Я вообще ни в чего в курсе. Мне дали машину, повози нас. Ну, пожалуйста. Ум, это охренительно. Короче, неправильно. Короче, я заплатил за бензин и заплатил ещё за один день этой машины. Они тебя поставили, эти серьёзные, говорите. Ну, в принципе, да. Они знали, что тебе это поставили. Так я тебе и говорю. Они мне поставили. Кстати, вот мы на… Сейчас, видишь, сейчас ещё закат. Сейчас будут самые лучшие кадры. Самые лучшие кадры. И здесь я, короче, на велике ехал по центру дороги, потому что уже у меня, ну, как бы радиус поворота. Я не мог на такой большой скорости, да. Блин, ну, просто бешеное было. И сейчас будет горка. Дорога красивая очень. Сейчас будет горка. Невероятно длительный подъём. И в конце подъёма на велике уже еле-еле со скоростью пешехода поднимаешься. Мы не будем на пьем раз. Мы не доедем. А, да? Ну, ладно. Вот. Это ничего. Главное, что мы не на велосипедах сейчас. Я бы не отказался бы и на великах, но это то ещё приключение. Ну, да, на великах тяжело будет. Да, очень, очень красиво. Литовцы. КПВ и Дя, едьте быстрее. Они не на Марию едут. Они такие, про Люкас. Шо для нас, Мессас, Эсамес. Шейд. А дизайн тоже ругается. Вот, это Сигутский замок. Ой, я даже увеличил. Получилось, что я увеличил сосну. Ой, берёза. Не, не пойдём, потому что это дорого, Родиончик. Это деньги. Там реально ценник завышенный. Да, завышенный. Там за это говно, за то, что ты поднимешься на какую-то башню, в которой дует охеренный ветер просто. Просто офигенный ветер. Там 10 евро. Да, где-то 10 евро. Раньше мы здесь машину ставили бесплатно. Сейчас платная стоянка. Ну, конечно, время идёт вперёд. Только зарплата не увеличивается. Вот здесь вы были, да? Скоро. А, скоро, да? Понял. Паркинг. Евро-40 паркинг. База написана по-русски. А что это? Спасибо моему клиренцу. Очень мощный классный клирен. Что это такое? Сосиска. А, это... Блин, это надувные шары. Нам повезло. Я тоже сейчас только... Нам повезло, это надувные шары. Я думал, что это за говно. Да, мы будем снимать, да. Сейчас они взлетят. И, кстати, взлёт тоже надо будет сфотографировать. Если хочешь, я могу вас тут оставить. Итак, и тут оставить. Славик такой, если хочешь, я могу вас на воздушный шар посадить. Мне на обратном пути сейчас всё равно... Я, да, 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 да. Не, они пока там это ещё. Ну, нифига. Вот русские, русские, база. А, поэтому написано по-русски. Это там мужчину тоже поставить можно, наверное? Я думаю, да. А тут в этом бардаке... Смотри, такой фраер идёт. Да, да, да. Блин, вот сейчас он... Слушай, он случайно не скажет сейчас? А что? О, это его Мерседес, наверное. Такой мажор приехал. Реально такой мажорчик. Да? Правда, это мажор. Я первый раз мажоры вижу. Спасибо, ребята. Это его дом? О. Ой, слушай. Моя матушка, кстати, хотела купить где-то. Но это лиготная, оказывается. Там какая-то квартира такая была советская. И здесь была эта замечательная свадьба, да? Да. Ну, хоть кто-то нажрался. Да никто не нажрался. Даже драки не было. А, понял. Ну, а что больше всего запомнилось? Ну, а вы были, когда невеста кидала этот свой мрачный... Да, букет и букет. Кто его поймал? Лена поймал. Офигеть. Ну, все, теперь. А, слушай, а там, ну, большая конкуренция у нее была у Лены. Да, там все были парами. А, парами? Да. Кто-нибудь поедет, ни хрена, мы не разменемся, кстати. Надо медленно ехать просто. Сказал капитан очевидность. Да. Вот и едет вперед. Ну, здесь-то хотя бы можно разъехать. Да, да, да. Едет впереди. Да, слушай, я здесь никогда не был. Это вольвешка, а не бмвшка, Родиончик. Вот, смотри. Это болото? Это типа завод речки Гауя, в котором она в широкую пору разливается, и образует здесь такую болото. Как говорит мой друг Манодж из Индии, говорит, крокодила-аллигаторы здесь водят, он бы спросил. А не это, вот. Я думаю, какие в жопу аллигаторы, какие? Да. Оказывается, у них там их кишит, понимаешь? Ну, у них тепло в Индии, а у нас там в Индии. У нас вообще, у нас никто не выживает. Люди выживают из-за того, что... Из-за того, что они пьют водку. А мы не пьют, мы выживаем, я выживаю. Как, ну, как трезвенник, я выживаю. Как они приехали-то за крестиком. Вот это не был дом. Да. Это самое. Я выживаю, потому что я раньше пил водку. Она у меня внутри осталась еще. Водка из организма выходит очень долго. В течение 12 лет. Ну, если ты танцуешь активно, то она вымывается очень быстро. Ну, слушай, красиво, хорошо. Вы, наверное, когда приехали, сразу так... О! Классно, да? Мы можем туда сходить с Родионом? Сходить мы все пойдем туда. А, да? Просто выйдем на раму. Люди такие выстроились. Держат за ниточку шарик, который надуется, станет надувным и полетит. Вот. И еще я вижу видеокамеру такую, которая будет взлетать и показывать, крутиться вокруг. Я раньше думал, что это на феликоптерах снимают. В общем, такая... Я вообще абсолютно далекий от шарового спорта, поэтому больше ничего сказать не могу. Там они убирают. Они сдувают или надувают, я не понимаю? Они сдувают. Сдувают, черт. Они прилетели. Главное, прилетели сюда, куда надо. Они сдувают. Все закончилось, ребята. Идите, сушите весла. Поехали к мосту, Серега. Поехали к мосту. Крышка не открыта. Вот же, вот. Да, короче, обломались мы, да, с этими вообще. С этими шарами. Назал шары и фото. Ну, и по фото, ли, ха? Фото. Как-то странно, не в 6 часов. Они сдувают. Сейчас быстро. Сейчас здесь этот главный циклоп сегулский просыпается. И самое его любимое дело, это он берет ногтиком так. Пыньк. Так в эти шары. Шары сдуваются, и люди падают вниз тогда. Довольно быстро летят. И это им не нравится. Ой, лимузин не удалось снять. Ну, ладно. Зрители, которых будет человека 3,5... О, да. Фуникулерчик, фуникулерчик. Смотри, надо было немножко обмануть наших зрителей. Сказать, смотри, летающая тарелка летит. Пепелас. А это что такое? А это такое приспособление, что они падают с него или что? Падают с него? Ну, не падают, но что-то делают. А, я думал, это... Видишь, два человека. Охереть. А что это за фигня? Они тоже катятся в новое приспособление. Сейчас их фуникулером снесет. Нет, тут она рассчитана, что они тоже ползут скользу фуникулера. И перед фуникулером они как раз лезут. Какая-то фигня вообще. Что-то мне стрёмно, как-то страшно даже за этих людей. Вот мы сейчас как раз подъедем, я хочу их заснять. О, там дорога такая идет нормальная. А мы сейчас повернем, да? Петзываю ему парк Старзан. Старзан. А, ты налил? О, смотри, 2х. 2х, да. У тебя есть эта фигня, которую надо ставить на лобовую стену? Да, конечно. Сейчас мы покажем часы. Наши часы. Папа, у тебя есть часы? Если у меня часы. Конечно, есть у меня часы. Не, ну надо же, чуваки зависли такие. Висят что-то и фуникулер едет. Это то же самое, если бы я лежал на рельсах и ехал бы поезд. Я так это представляю. Смотри, нормально или может сейчас там 6 часов 10 минут, да? О, такой буль-буль-буль-буль. Субару такой. Буль-буль-буль-буль. О, давай. О, фуникулер. Прикаряю. Пошли? Пошли. Ты закроешь за мной дверь, Родион. Смотри, красная почва. Красная. У меня видоискатель черно-белый. Ой, сейчас. Давай, давай, давай мне ее. А, на, на, на эту штуку замечательную. Я закрываю ее. Фуникулер. Фуникулер. Они не летают. Скажи что-нибудь по-французски, Слава. Я сейчас не готов говорить. Так ты именно это и скажи, что не готов говорить по-французски. Я не готов говорить. А, понял. С извинением. Вот последнее выступление Гаррика Мартиросяна было то, что он на разных языках там урганта говорил. Там везутся люди. А, люди едут перед этим фуникулером? Да. Да, вот так. Эй, ты на веревке. А, он селфи-камерой снимает, смотри, а? А это кто здесь? Главное, чтобы она не упала сейчас, эта штука. Именно сейчас. А, эта машина даже стоит что-то. Фуникулер. Ну, классно, а? Красиво все. Это же все-таки Сигулда, ребята. Сигулда. В Риге? Есть, в Риге другой. Вон, чувак, на велосипеде едет, как я ездил когда-то. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Субару такая, такая срань какая-то, казалось бы, да? Как ты снимаешь? Подо... Да? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Мы будем улыбаться, правда, чтобы Фуникулеру. Смотри, я сейчас сниму, я сейчас сниму Луну. Тут Луна. Ну, время кадров идет долго, блин. Время кадров идет долго. Давай пойдем за Солнце. Давай за Солнце и спустимся, да, конечно. Пошли. А мы спустимся. Тут такие ручейки, все, журчат ручьи. Я просто поссать хочу. А, понял. Хочу поссить. Давай, Девятый Солнце. А это туалет, что ли? Так, Это, нет, это там сидит бурый медведь. Подожди, Давай. Только так ничего не нажимай, а то он... Такая лестница стрёмная чуть-чуть. Смотри, она привязана к этому бревну. А, это знаешь что? Может быть, это лодки спускать? Да, значит, для подарков. Лично я, мне не надо спускаться по этой лестнице. Я лучше спущусь рядом, хотя сейчас я уже сомневаюсь, что я спущусь рядом. Вот такая природа, да, 10 минут тишины. Поснимаем природу. Это гауя все-таки? Гауя! Тут должны люди на байдарках проплывать вообще, по идее. Сейчас почему-то никого нет. Но спуск довольно довольно скоростной, как говорят байдарщики, и весьма стрёмный, я бы сказал. судя по их впечатлениям, что они рассказывают потом эти ребята, которые на байдарочках-то спускаются. Но самая херовая река в этом смысле это Абова. Там вообще говорят вилы просто. Давай посмотрим, рыба есть тут вообще? Как узнать, рыба есть? У рыбаков спросить, что ли? Это рыбаки? Нет, это не рыбаки. Это просто эстонцы. Ну судя по тому, что машина там с эстонскими номерами стоит. Это моя тень. Это моя тень. Это я, твоя тень. Тень Сергея. Ты что тут делаешь? Я не знаю, я же приехал сюда. помнишь, Родион, людей на байдарках встречали? Они спускались вниз, плыли вниз по реке. Помнишь? Нет? Не помнишь? Ну ладно, ничего. Во, я увидел первую зелень вообще за всю поездку. Это вот эти цветы. Не знаю, как они видны. Сейчас я увеличу до одного пикселя. Не, не получается увеличить до одного пикселя. Ну в общем как-то так. Что же сказать срало сказать? Это не культура. Сказал он. А, сказал? А, черта. Юля сказал. Вот. Итак, мы выезжаем уже из Сигулды вместе с двумя велосипедистами. Один женского рода, второй мужского рода. Вот. Один посмотрел, второй все равно. Это обычно женщины. Сигулдас автоцентр. Тут склеивают машины. Я увидел стоит мотарь. Склеивают машины, и они как новые. как новые. Потом продали. когда знают, когда у них делают на мере эти ну о вот это снежные пушки черного цвета они делают себе эти, а потом стопники плохо работают. Такой чувак ковырялся где-то у себя. Да, пуш что здесь делать? Вот как тут ехать? Слушай, мы в классное место заехали. Спасибо тебе, дядя Слава. чтобы мы ехали. For sale. Здесь даже вот человек, который посмотрит это видео, во что я не верю, конечно, он увидит for sale и, наверное, купят здесь домик. Здесь же домик всего пол-лимона. Сказать, по-моему, уже не в Ригу ели. Не, я думал, что где-то в Ригу. А что говорит это про ехать? Я не не наводил его. Я думаю, тут все дороги ведут в Ригу. Я сейчас увидим. Слушай, класс, спасибо. Я здесь не был ни разу. Такие дома, ё-моё. А вот вон шоссе. Ну, я тебе говорю, не ошибешься. Рига 49. вот сейчас мы поедем куда? Этот едет в Апсков. У него багажник. Плеск вон есть. Багажник. А Плеск вот есть в Апсков? Да, да. Смотри, вот японец хочет поехать. Возьмем? Нет, не возьмем. Японец я. Я что-то подумал, что это японец. Думал, у чувака красные волосы в красное они любят в красное красить. Только у него шапка. Да, оказалось, что это шапка просто. Поэтому это не японец, а местный житель. Съездили в Сипугу. Нормально, крестик забрали. Нормально, крестик забрали. Посмотрели. Увидели, как сдувают эти воздушные шары. Люди приземлились, никто не упал, вероятно. Это мы не знаем, скоро уже уехало. Паники у них не было. Видели, как летит поверху воздушный трамвай, он же фуникулер, и два каких-то лоха впереди размахивают руками с умным видом. Вот этого я еще не видел. Два отважных героя. Дважды героя. Не два отважных героя, не два дважды. А, дважды героя. Да, я, кстати, поэтому и хотел спросить, почему дважды героя. Может быть, они дважды летали уже, наверное, я был поражен. Там столько валялось мусора, это вообще просто. Всякие бумажки с коричневой полосой, бумажки с коричневой уже, и стрелой полосой. В общем, всякое было. Я просто был, но сейчас все-таки день рождения Ленина недавно был, а, или он будет. И что-то не горит хорошо, долго, как навоз перемешанный с соломой. А это водоворотная башня? Водонапорная башня. Это интересно. Водоворотную мы видели, но не башню, в Гауи, да. Когда я ехал по Финляндии первый раз на своем Мерседесе, тогда я смотрю, что-то такое по дороге скачет. И так бах, как ударило в стекло. Как я матерился. Я потом всю дорогу, минут 30, я один был в машине, минут 30, я не мог успокоиться. Попал в стекло, и такая, ну, была такая штука, но я не мог понять, там есть эта насечка, ну, то есть он выбил или не выбил. Потому что это был, как бы грязь. Понял. И вот когда я остановился наконец, я это оттер, вот эту грязь, и ничего там не увидел. Не было ничего, но удар был сумасшедший сумасшедший силы. Я так подумал, что мне еще раз туда попало, очень резко ты сказал. Вот именно, как я сказал резко, такой резкости был удар. Я просто офигел от этого. Очень сильно ну, ладно, короче, вот такая была у нас поездочка. Ага. Ага.